Я подписал документ о порядке строительства железной дороги на участке Журавка-Миллерово. Это то ответвление, которое строится для того, чтобы миновать территорию Украины. Эта новая ветка пройдет по территории Воронежской области в Ростовскую. Строительство новой ветки важно и для людей, которые пользуются этим маршрутом, и, естественно, имеет социально-экономическое значение, связанное с перевозкой грузов. Это также возведение жилья, социальной инфраструктуры рядом с новой железнодорожной линией и появление дополнительных рабочих мест. Теперь органы власти смогут самостоятельно принимать решения о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, о разработке документации по планировке территории в целях создания объектов федерального значения и так далее. В нашей стране миграционная политика является составной частью внутренней политики государства. И особенно на фоне острого миграционного кризиса, который сейчас существует в целом ряде других стран, мы с самого начала стремились сделать процесс их переезда в Россию удобным, помочь найти работу, устроить детей в детские сады, в школы. Более 98% переселенцев – это граждане государства, участников СНГ. Из-за так называемых стран дальнего зарубежья лидируют страны Балтии, ФРГ и Израиль. Последние два года значительно возросло число переселенцев из Украины. В большинстве своем это вполне квалифицированные специалисты, которые хотели бы работать. Я хотел бы отметить положительный опыт обеспечения трудоустройства украинских специалистов. Сегодня они успешно адаптируются в России на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В последнее время ситуация с мигрантами в научной сфере резко улучшилась. Количество бюрократических процедур и обоснованных отказов упало практически за нуля. Это дает хороший результат. Мы стали более опытными и работаем с кадрами, которые в первую очередь нужны для экономики нашей страны, для научной сферы. Академия наук проявляет сейчас активный интерес к такого рода мигрантам. Вот это как раз нужно поддержать. То, что касается украинцев, которые переехали, скажем, в ту же Ростовскую область, представители управления Верховного комиссара, он по делам беженцев, отмечают образцовую организацию этой работы. Самое главное, что в таких ситуациях обычно происходит, это необходимость принять решение о судьбе людей, не допустить хаоса, чтобы переселение проходило цивилизованно и в правовых рамках. Здесь использована уникальная российская технология. Это говорит о том, что мы можем создавать свои современные продукты, а значит, что у нас есть возможности рассчитывать на свои силы, заниматься тем, что сегодня принято называть импортозамещением, и что действительно нам нужно на будущее. Новый комплекс – пример успешного инвестиционного проекта, когда деньги вкладываются в производство, когда они приносят значительный экономический эффект, стабильно пополняется бюджет, создаются новые рабочие места. Немаловажно также и то, что новая машина экологически безопасна, на ней можно работать без ущерба и для окружающей среды. Современные мощности, конкурентная продукция – это тот потенциал, который нам очень нужен в кризисный период. Все это имеет принципиальное значение и для нашей промышленности, и для сохранения устойчивости экономики. Желаю здоровья и успехов всем, кто будет здесь работать. Всего самого доброго! На пусковую кнопку!